Добрый день, на часах 13.06, я Владимир Сметанин, здравствуйте, напротив меня Сергей Мамаев, первый секретарь Кировского обкома КПРФ, руководителя фракции Коммунистической партии в нашем областном парламенте, Сергей Павлинович, добрый день. Добрый день. С Первомаем 2018 года вас прошедшим уже. Спасибо, вас тоже. Поздравляю. Вы знаете, я следил, да, в том числе и по соцсетям, отзывы о шествии, о демонстрации, да, Первомайской. Очень много теплых отзывов нашел, люди вспоминают свое детство, свою молодость, как Первого мая выходили. Без чьей-либо подсказки, подгонки и так далее. С чем вы связываете такое теплое отношение к Первомайу? Ну, в первую очередь, люди сегодня ностальгируют о том прекрасном времени, когда работа была, когда была достойная заработная плата, когда действительно вот эти праздники, они были общенациональными, это в первую очередь 1 мая, 7 ноября. Поэтому люди ностальгируют и соскучились по той доброй, так сказать, традиции, по тем добрым отношениям, которые были, в общем-то, среди населения не только Кировской области, но и в целом Российской Федерации. Действительно, 1 мая сегодня нас, мы собрали, если в городе Кирове, то порядка 4 тысяч человек пришло к нам на демонстрацию, на митинг. Мы приглашали профсоюзы, свои колонны, и они нас тоже приглашали, но мы сегодня не видим этой политической силы, там люди пришли не по желанию, они пришли по разнарядке, по сути дела. И, как говорится, то, что было на их мероприятиях, я сегодня называю следующим образом. Если кто-то попросит защиту, это моя точка зрения, из рабочих или служащих, так сказать, от профсоюзов, то они, скорее всего, получат не защиту, а увольнение того или иного человека. Почему? Потому что я не видел еще ни одного примера, что профсоюзы сегодня стояли на защите, так сказать, человека труда. Я не видел. Они сегодня просто находятся в тени, с моей точки зрения, ну и с учетом нашей территории Кировской области. То, что было наработано годами, то, что отчисления были, так сказать, профсоюзных настоящих организаций в советское время, они этим пользуются, часть этого продали, прокутили и так далее. Конечно, там надо и правоохранителям разбираться очень долго в той ситуации, в которой сегодня есть Федерация независимых профсоюзов. Это моя точка зрения. Я верно понимаю, 1 мая у нас в Кирове две силы организовывали. КПРФ, вы, да, и вторая еще колонна, вторая демонстрация была, где, собственно, губернатор был, первые лица города. Это профсоюзы, да. Это и есть профсоюзы были. Это где губернатор, там, в общем-то, по разнарядке, я почему так сказал, я просто, вы мне еще дополнительный вопрос задали. Потому что профсоюзы вышли, и политическая сила, это наша компартия Российской Федерации вышла. Больше никого не было. И никого нет. Это были надуманные, надутые, это сказать, организации, с моей точки зрения. Ну, вы видели пример яркий тому, это выборы президента Российской Федерации, потому что одна политическая партия участвовала практически в выборах. Я уж не говорю про Жириновского, так как это человек партии. А все остальные партии, если шел Путин сегодня, то он шел самовыдвиженцем. Народный фронт, это та составляющая Единой России, которая, в общем-то, осталась на обочине политической жизни. Единая Россия. И он, с моей точки зрения, очень мудрый и правильно поступил, потому что нарицание сегодня в обществе на эти политические структуры, которые я назвал выше, они сегодня имеют место быть очень большой. А справедливость Россия тоже поддержала сегодня Владимира Владимировича, и она стухла, ее нет, по сути дела. То, что это были, еще раз подтверждает, что данные политические силы и парламентские партии, которые сегодня есть в Государственной Думе и у нас в Законодательном Собрании, то они носят определенный вот такой характер, я бы так сказал, аморфности и спланированной Кремлем. А позвольте, я поинтересуюсь, как Коммунистическая партия организует вот эти первые демонстрации, как люди по зову сердца приходят, либо заранее списки составляются? Никаких списков, Володя, нет. Кто пойдет в колонию, что брать с собой и так далее. Никаких списков нет. Единственное, идут вот в этом году, как говорится, очень много было звонков, много людей приходило и спрашивали время, когда и где будет, сказать. А мы по силе наших возможностей, они у нас очень скромные, мы, так сказать, людей приглашали и приглашали неплохо, с моей точки зрения, потому что столько народу пришло. В общем-то, люди откликнулись на наш призыв и на наши выступления на предыдущих мидингах, хотя власть боится данных, так сказать, мероприятий. Почему-то, потому что во время еще правления Быкова главой города, городская дума вышла с законодательной инициативой впервые. И, так сказать, никакой законодательной инициатив от Городумы никогда не было за мою, так сказать, бытность депутатскую. Они вышли с законом о месте проведения. Вы институты на места, места поединения, мероприятия. Да, и отправили нас туда, где выгуливают собак. Это стадион «Адинамо», там, так сказать, парк... Сверхборцов революции. Да, да, парк Степанов. Калтурино, его-то парком-то нельзя назвать, потому что он не устроен. Я поэтому и говорю, что вот это то место, куда, по сути дела, только люди выходят, выгуливают собак. А тогда, когда проходят митинги, ставят такие заслоны, что не каждый пойдет на этот митинг, потому что там с металлоискателями полицейские стоят, все отцепляют и так далее. Ну, в целях безопасности, но тут не надо. У нас, в общем-то, люди приходят по доброй воле. Я не думаю, что кто-то, так сказать, какие-то моменты вот такого неприятного могут произойти. Говорят, молодежи было мало? Нет, молодежи на этот раз было много. Я просто не был в городе. Да, было старшее, наоборот, старшего поколения не так было много, но средний вот такой возраст был, там, 40-45 лет. В общем-то, людей очень много было. И молодежь была. Молодежь шла у нас впереди, как говорится, комсомол у нас сейчас неплохо, в общем-то, развивается и активно очень ведет себя. Пытаемся мы, в общем-то, и пионерские организации сделать, например, в Кирово-Чапецке они есть, на власть побаиваться, как-то начинают, так сказать, импульсивно к этому относиться. Хочу бояться, вроде организующая сила. Ну, и президент, вроде президента Геннадий Андреевич убедил, в общем-то, в этом направлении, это правильное направление, с моей точки зрения, это воспитание сегодня подзрастающего поколения. Не на тех чуждых русскому народу, так сказать, вещах, образно говоря, американских, а на наших традициях, добрых, правильных. И, с моей точки зрения, как говорится, очень правильных. Поэтому я не думаю, что сегодня власть имущие, как говорится, это не определят. Хотя президент определил, но, к сожалению, образовали мы там две дружины в Кирово-Чапецке. И неплохо люди откликнулись, так сказать, преподаватели, но начинают их нивелировать под какие-то непонятные, так сказать, дела. Они даже не знают историю российского флага. А в чём препятствия? Ну, говорят, зачем вы красные галстуки вежете? Зачем вы, так сказать, идеологию возвращаете и так далее? А почему её не возвращать? Идея социальной справедливости, она всегда во все времена была очень, так сказать, необходима и востребована. Кстати, руководитель Федерации профсоюзов Кировской области, да, уже упомянутой организацией, Роман Бересник, я имею в виду, со сцены на Театральной площади призвал вернуть этому празднику истинное. Истинное название. Название Международный день солидарности трудящихся. Согласен с этим предложением? Я полностью с ним согласен, так как у него, видимо, сыграло то комсомольское начало, которое, в общем-то, дало ему определённый толчок и по карьерной лестнице, и, так сказать, по жизни. Но что мешает вам, как депутату УЗС, выйти в соответствующей инициативе на государственную депутацию? Ну, нам не мешает, мы выходили уже неоднократно. Мы выходили неоднократно. Но, к сожалению, лобби, которое есть в Единой России, они сегодня, ну, это с моей точки зрения, и я им это публично всегда говорю, представителям партии Единой России, они кнопкодавы, и не более того. Потому что никто не выступает, они не обсуждают вопросы. Да, да, голосуют, кнопкидают, и мнение их никто не спрашивает. Им как сказали, там, так сказать, их боссы, так они и делают. Это же демократия, о которой они же, так сказать, трещали во всех средствах массовой информации. Сергей Мамаев, лидер кировских коммунистов, в нашей студии, это его особое мнение, сейчас у нас небольшая пауза, после чего я перейду к теме закона «Дети войны», да, который был принят УЗС 25 апреля, и мы там разразились гневными словами по поводу этого, потому что ваше предложение не было поддержано, но подробности через полминуты. Продолжаем нашу беседу. Сергей Мамаев, Сергей Павлинович, не было поддержано Ваши предложения о том, чтобы детям войны выплачивать ко дню победы по 1 тысяче рублей. Дети войны, напомню, это категория жителей Кировской области, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. 2 сентября, напомню, Вторая мировая война официально закончилась, именно такая категория. Формулировка там в этом законе, да, основное, эти люди сейчас будут иметь возможность на внеочередное обслуживание социальное и медицинское. Я вот так подумал про себя, вот если, не знаю, дедушка-бабушка рядом со мной в очереди в поликлинике, так я им и так уступлю место, пусть они проходят. Такой мне еще закон-то нужен. Безусловно, вы, Володя, правы. Единственное, что мы воздержались, почему мы воздержались? Да, мы предлагали, это закон наш, но его перехватил перед выборами, надо историю немножко так сказать. Я помню, ЛДПР очень активно. Ну, ЛДПР они на этом начали топтаться после того, как, так сказать, поняли, что эта категория очень немалая. Вот, и с учетом того, что Васильев, помните, вышел с законодательной инициативой, что надо закон на территории Кировской области о детях войны принять. Так как мы на федеральном уровне, я будучи депутатом Государственной Думы, являюсь автором этого закона, он до сего времени, как говорится, он не принят этот закон. Да, мы выходили, мою бытность депутата Госдумы, трижды выносили, так сказать, этот закон, законопроект, вернее. Большинство, оно представляет Единую Россию, Единая Россия проголосовали первый раз против, второй раз вообще не голосовали. И на третий раз также половина на половину проголосовали, я имею в виду Единая Россия. Остальные фракции нас вроде поддержали. Поэтому то, что касается регионов, регионах сегодня порядка 18 регионов, ну по 20 где-то подходит, как говорится, приняли свои законы о детях войны. Так как сегодня нам законодательство и Конституция позволяют принимать на территории тот или иной закон. Правда, субъект Федерации. Возможность такая имеет место быть. Поэтому мы вышли с законодательной инициативой, долго этот закон не принимался. Еще мы выходили при Никите Белых. Он его откладывал и практически откладывало то большинство единороссов, которое представляло парламент Кировской области. Сейчас с этим законом перед выборами губернатора, когда он отменил все льготы практически, те, которые были на территории Кировской области до его прихода, я имею в виду, из бюджета Кировской области, они были все отменены в декабре 2016 года. Нет, в декабре 2016 года от Васильев отменил все льготы на территории Кировской области, которые были, в общем-то, региональные, я имею в виду. Это проезд, транспорт в том числе. Да, и в том числе там закон был, в общем-то, принят депутатами, хотя его долго также наша фракция продавливала, закон об инвалидах, где там, в общем-то, небольшую льготу эта категория граждан получила по поводу, так сказать, оплаты жилья и так далее. То есть коммунальную услугу, небольшую льготу, там где-то порядка 60 миллионов надо было отдавать ежегодно, поэтому они все сократили. И сегодня говорят, что у нас бюджет стал профицитным, естественно, и еще хватает наглости говорить, что у нас бюджет социальный. С учетом того, что все отменено, какие? Они говорят, что вот у нас вроде социальные льготы там есть, но они федеральные, эти социальные льготы присутствуют. Из-за того, что большинство бюджета тратится. Безусловно, тот же Быков комментирует бюджет, тот же Быков говорит о том, что это самый у нас социальный бюджет, и начинает говорить, что у нас льготы социальные. а какой характер они носят, из какого бюджета, бюджетируются, они бюджетируются сегодня с федерального бюджета, а своих льгот нет на территории Кировской области, и пусть они не морочат голову сегодня нашим, так сказать, людям. А то, что касательно этого закона, его еще раз хочу подчеркнуть и напомнить нашим радиослушателям, всем, кто забыл и запамятовал этот вопрос, то это вышел Васильев перед выборами губернатора Кировской области в первом чтении, в таком виде, какой закон сейчас принят, он был, в общем-то, рассмотрен депутатами законодательного собрания и принят. Поправки все, те, которые вносили, мы их отмели во втором чтении, то есть вот, в том числе и то, что мы предлагали. Если денег нет, мы даже, я им статью говорил, расходов, которую можно сегодня сократить и найти эти 10 миллионов рублей. Пожалуйста, уточните, о чем вы говорите. О чем вы говорите, где можно деньги? Где деньги можно? За счет сокращения информационной политики. Ну, куда такие деньги бросают? Бестолковые статьи пишут, так сказать, это моя точка зрения, на платной основе, допустим, такие хорошие издания, я их уважаю и читаю всегда, это источник новостей, это про город и так далее. Но если бы они были не бестолковые, если бы эти деньги шли, так сказать, и депутаты, каждый высказывал свою точку зрения, они же высказывают только кто? Высказывает одна партия и плюс губернатор, вернее, временный губернатор. Поэтому я подчеркиваю вам, еще где можно взять деньги? Для чего сегодня нам с 90-х годов представительство содержать правительство Кировской области при правительстве Российской Федерации, где 11 миллионов рублей ежегодно отдаем? На что? Подождите, я уточню, я правильно понимаю, что Кировская область не единственная, кто имеет представительство в Москве, это все субъекты Федерации? Большинство умных и толковых руководителей уже такие, так сказать, сократили, безусловно. А, есть такие примеры? Конечно, безусловно, я же не голословно это говорю, ведь можно сократить. Да, они сократили сейчас ряд, в общем-то, ставок, допустим, у федерального инспектора. Ведь там много вопросов, которые сегодня надо бы подсократить и отдать на социальные нужды этой категории граждан, у которых Гитлер отнял детство, которые, по сути дела, отстроили нам страну сегодня в том виде, в котором она существует, а латать дыры и что-то делать никто, так сказать, об этом не говорит. Я в то же время в своей книге «Черная книга «Единая Россия» или «Кроники вымирания» Кировской области» вот я здесь указал, что произошло за те годы, так сказать, и что оставили наши с вами деды и отцы. И, как говорится, как развивалась Кировская область. Хоть бы один раз они показали по телевидению или в средствах массовой информации человека труда, который действительно, это саморабота сегодня на благо нашей Родины, создает определенное, так сказать, благо и так далее. Они бы сказали, что мы построили сегодня, вот завтра построим, допустим, фабрику или завод на территории Кировской области, или бы начали красиво работать с недрами, которые бы принесли нам, так сказать, бюджет и собственные доходы увеличили в разы. Ведь этого не происходит, а идет разворовывание, растаскивание Кировской области и особенно, так сказать, сильная миграция населения. Пустеет наша с вами, Володя, Кировская область. Ну, официальные данные говорят о том, что численность у нас в регионе населения снижается. Да, она снижается бешеными темпами. И они ведь сегодня на публичных слушаниях говорят, я им вопрос задал, что ж вы не говорите, что у нас рождаемость за прошлый год упала на 16%, а смертность... Не, 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 это информация... Да, смертность, не, не озвучивали, я им задавал вопрос, это я озвучивал. Как говорится, смертность по отношению к рождаемости упала на 49%. На 49% о миграции населения, порядка 50 тысяч, выехало. Это, это... В прошлом году. Конечно, это же не стало таких районов полностью, даже стариков на доживание, как Лебяжский район, как Богородский район, как Унинский район, как Пижанский район, вместе взятые. Еще это самое... пристегнуть сюда, можно так сказать, район или Санчурский, или Кикнурский. Просто их не стало, понимаете? И вот такими... а сейчас концентрация населения, посмотрите. Они говорят экономическими выкладками, что у нас вроде бы бюджет увеличивается. А почему же 26 школ закрыли в прошлом году? Реформировали, типа, это самое... вот я вам пример... Закрыли или присоединили к кому-то? Укрупнили? Ну, пример такой яркий. Потому что я знаю... По Проснице, вот сегодня Просницкая школа закрыта, там была она средняя, а сейчас стала начальная. Ну, сделали там кадетский корпус, закрыли профтехучилище, по-старому его назовем. Ну, со всей области детей собирает кадетский корпус. Неплохо. Ведь огромные деньги туда бросили. 360 миллионов. А я помню, когда мы достроили, еще достраивались с господином Белой, был я вице-спикером ЗАГС Собрания, профтехучилища в городе Советский. 100 миллионов надо было на достройку и на оснащение, по последнему слову техники. А сегодня 360 миллионов на самое последнее училище в советское время, которое было, так сказать, запущено. Но новейшее. Куда деньги дели? Отмывают деньги. Просто-напросто. Ну, еще массу вам могу привести. Зачем сегодня лоббировать интересы того или иного богатого человека на территории Кировской области за счет бюджета, а не за счет собственного кармана, который доходность имеет 190 миллионов в год на 6 километров дороги. Не Маколову 80 миллионов туда кинули. Никуда там никто не живет. Так, Сергей Павлович, давайте по порядку. Вот вы уже много чего сказали, что требует еще разъяснения, уточнения. Давайте вот про книжку мы минутку оставим. Про книгу, которая к вам и лежит. 11 миллионов мы не могли вернуть. Это небольшие деньги для бюджета Кировской области. По поводу детей войны, да, но мы читали все, чем, собственно, представители правительства аргументировали. Во-первых, мы не можем брать на себя дополнительные обязательства, потому что у нас соглашение с Минфином, вот как раз вы говорили о профицитном бюджете, да? Что это повлечет штраф в полмиллиарда рублей. Плюс зампред Курдимов сказал о том, что на эту категорию граждан мы и без того тратим... Володя, дорогой, это полная чушь сегодня и бред. Как говорится, тех людей, которые говорят, что у нас есть соглашение. Я правильно сказал Герману Александровичу, что ты сегодня... Герман Гончаров имеем. Да, да. Уководителя Единой России. Я говорю, вы бред несете, вы что? Я же вам говорю, где взять деньги. И Минфин никогда, поверьте мне, как депутату Госдумы бывшему, и сегодня это уже депутату Законодательного Собрания, никогда Минфин и бывшему руководителю, так сказать, района, одного из крупнейших районов в свое время, сейчас он тоже обмельчал. Советский район. Вот, да. Поэтому никогда Минфин не падет. Если за счет своих внутренних резервов вы что-то сделали, он никогда к этому соглашению никто, никаких отношений иметь не будет. А если вы дополнительно запросили деньги, не сократив, так сказать, расходы на какие-то нужды, естественно, данное соглашение вступит в законную силу. Я полностью с вами согласен. В том вопросе, то, что вы сейчас постановочно это сделали. Это полная чушь, еще раз хочу подчеркнуть. Деньги можно найти, на вас. Кстати, почему именно 1000 рублей к Дню Победы? Почему именно эта сумма? Она обсуждалась как-то с коллегами? Ну, мы просили хотя бы 500 или 1000, потому что... Просто, как мы в последнее время говорим, 1000 уже не деньги у нас. Да, да. Если денег нет, но вы держитесь, как сказал Медведев, руководитель партии «Единая Россия». Но, к сожалению, ведь сегодня деньги-то можно изыскать. Надо меньше воровать сегодня. Если за прошлый год посмотреть коррупционную составляющую, вот мы к книге переходим, она выросла в разы. Где сегодня господин Менькин, который отмывал, так сказать, деньги, это мое мнение. Я подтверждаю, например, улица Горького и перекресток, где у нас царское село находится, так сказать, ее смыло. Там один гравий лежит с прошлого года, который они закатали, а весна пришла и всю дорогу смыла. Миллиард рублей, куда они его, так сказать, направили. Если вы качественно... В правоохранительные органы нужно... В правоохранительные органы... Нет, я не могу сегодня винить правоохранительные органы, Володя. Правоохранительные органы начали работать неплохо. Особенно это касается, следственного комитета касается, такой структуры, как говорится, мной уважаемой, это ФСБ. Вот прокуратура бы работала немножко, так сказать, пожестче, согласно тех законов, которые сегодня приняты в российском государстве. Если бы она контролировала, то многие из глав, которых сейчас возбудили уголовные дела и отстраняют, отстранили от своих глав районов, я имею в виду, отстраняют. Ведь это благодаря следственному комитету. Хотя прокуратура знает, эти мошеннические схемы закрывают уголовные дела. Я Николаю Васильевичу об этом говорил и напоминаю часто, так сказать, в эфире... Николай Васильевич это... Журков, наш, да, прокурор, человек, да, поначалу взялся, а сегодня больше ста полномочий перед районом, ни одна полномочия не исполняется. Если у нас бюджет, они говорят по бюджету, Володя, что у нас, так сказать, полномочия, у них три полномочия осталось. Заработная плата, как говорится, которую они исполняют, и то с трудом. И электроэнергия, и тепловая энергия. И то тепловую и электрическую энергию заложили в тарифы и берут с населения огромные деньги. У нас, если сегодня, как говорится, премьер-министр подписал по ЖКХ 7,3%, это имея в виду по капитальному ремонту, то у нас Васильев поднял на 8,9, что мы самые богатые, а где, посмотрите, как разрослась... 8 рублей 90 копеек. Да, 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 8 рублей 90 копеек. Почему у нас сегодня жилищная инспекция стала таким монстром, который ничего не делает, а деньги получает, с моей точки зрения. Люди обращаются, они не могут дать РСТ, как говорится, соответствующие расчеты, указания и сделать поправки. Не могут. Для чего их не содержать? Мы лишь содержим с Вами. Сергей Павлович, наши слушатели с помощью специальной формы на нашем сайте хокеров.ру активно интересуются, не только в этом Вашем особом мнении, задают Вам вопросы, тут несколько вопросов, они разноплановые, давайте после рекламы сразу с ним перейдем, это коротко по каждому вопросу ответим. Реклама небольшая. Продолжается наша беседа с Сергеем Мамаевым, первым секретарем Кировского обкома КПРФ. Давайте, Сергей Павлович, коротко, да, вот у нас слушатель в перерыве звонил, он запутался в цифрах, которые Вы озвучивали. 45% падение смертности по отношению к рождаемости. К рождаемости, нет, у нас рождаемость упала на 16%, еще раз хочу, в прошлом году, а смертность по отношению к рождаемости выросла на 49%. Все ясно, все пояснили, надеюсь, понятно. Да, вопрос, который сейчас мы обсуждали в перерыве, что далее будете все-таки делать, закон принят, категория признана дети войны в Кировской области. Категория признана, однозначно. Все-таки будете продолжать добиваться денежной выплаты? Безусловно, не только эту категорию граждан надо сегодня посмотреть и по инвалидам, надо сегодня посмотреть по тем людям, которые, по сути дела, не имеют работы, а, как говорится, уезжают. И надо сегодня развивать, надо в бюджете предусматривать, так сказать, развитие Кировской области, а не стагнацию ее на протяжении последних 20 лет. Сергей Павлович, теперь вопрос от наших слушателей, их очень много, они разноплановые, я повторюсь. Вот, например, Николай интересуется вашим официальным отчетом о доходах за прошедший год. Вот как раз, да, недавно и депутаты, и чиновники, и руководители различных структур представили свои декларации. Николай недоумевает, ваш официальный доход в прошлом году, 190, с копейками вы указали в декларации, то есть получается 16 почти тысяч в месяц. Как вы живете, спрашивает Николай, как оплачиваете ЖКХ, как покупаете одежду и обувь, лекарства? Сергей Павлович, поясните наоборот. Ну, слава богу, лекарства, так сказать, еще я стараюсь, так сказать, не покупать. Тоже сказал, как я живу. Ну, живу нормально, не жалуюсь. Почему? Потому что я пять лет работал федеральным министром, у меня есть определенные запасы, остались. Были депутатом Госдумы, чей доход с удовольствием? Безусловно, безусловно. Я заработал за пять лет более 15 миллионов рублей. Поэтому я не испытываю, так сказать, недостатка сегодня. Во-первых. Во-вторых, я получаю заработную плату, так сказать, в Государственной Думе. Она составляет у меня 23 тысячи рублей, как советник, как помощник Геннадия Андреевича. Все? Ясно. То есть вы поступили мудро, вы ту зарплату не растратили все, вы сделали некие накопления. Были накопления, и они сегодня дают определенную возможность. Следующий вопрос. Я понимаю, что тема для вас очень актуальная. Лев Синец, так подписался наш слушатель, когда в Кирове установят памятник товарищу Сталину. Неужели трудно найти деньги на такое дело? Дзержинскому памятник уже поставили, а про Сталина пока только болтовня. Сталин-то больше для нашей страны сделал. Ну, я хочу сегодня выразить огромную благодарность за данный вопрос радиослушателю. И в первую очередь огромную благодарность за памятник Дзержинского хочу в столетие, так сказать, в столетие юбилей. Это нашему генералу ФСБ Сергею Геннадьевичу Мочилову. Это он, как говорится, тот человек, который настоящий чекист, с моей точки зрения, который, в общем-то, поставил памятник Дзержинскому и отремонтировал музей Дзержинского в Кайгородском крае. Это, тем не менее, это отмечено, насколько мне это самое, насколько я осведомлен, это и в центральном аппарате ФСБ отмечено. Это положительно и, в общем-то, здорово, как говорится. А то, что касается памятника Сталина, ну, мы собирали средства, но сегодня не в средствах дела, отвечаю данному радиослушателю, сегодня дело во власти. Власть нам не дает место, то место, где когда-то был, так сказать, поставлен памятник Иосифа Виссарионовича Сталина. Просто-напросто несколько раз мы выходили и будем продолжать. Ты напомните, в нас их пять было, если насколько я помню, памятников раньше в советское время. Да, но мы хотя вышли на ту территорию, которую, в общем-то, он отбывал, где памятник Дзержинскому, установить бюст хотя бы Сталину, но, к сожалению, сегодня власть это дело, так сказать, отвергает. Не дает возможность, так сказать, нам поставить памятник Иосифа Виссарионовича Сталину. Я согласен. Мы неоднократно выходили на город Думу, неоднократно выходили наши товарищи в районах. Поэтому даже в сельских поселениях выходили наши товарищи, и то сельские поселения испугались, так сказать, дать разрешение на установку данного памятника. Следующий вопрос. Семен Ахапкин. Как вы относитесь к идее базового безусловного дохода? Все больше западных стран платят своим гражданам только за то, что они существуют, а у нас три четверти учителей вынуждены подрабатывать, чтобы прокормиться. Ну, насколько я сейчас сумею и поясню, что такое базовый безусловный доход. Да, действительно, некоторые западные европейские страны практикуют это. Вот, например, Финляндия, насколько я понимаю, насколько помню, вернее, с начала этого года, там двум тысячам жителей выплачивают по 560 евро за то, что они просто вот есть. Они могут не работать, они могут работать. Вот как такая практика, если она будет в России? Ну, ведь это Арабские Эмираты, точно так вот, так сказать. Ну, Арабские Эмираты, это клондайк. А у нас что, не клондайк, Володя? У нас тоже клондайк. У нас все тяблицы Менделеева на территории Российской Федерации. Хорошо это или плохо, я не знаю. Хорошо это или плохо, но мы сегодня, у нас вся экономика, по сути дела, как говорится, жиждится на природных ресурсах за продажи нефти и от продажи газа. Все, все остальное у нас, мы ничего не производим, за исключением оборонки, разработки 1977 года, последней, которую демонстрировал Владимир Владимирович Путин, это 1977 год разработки. Я бы открыто сегодня впервые это, так сказать, заявляю. Поэтому наша мощь, наша держава советская, она нам позволяет сохранять нашу обороноспособность. То, что касается сегодняшних профессиональных, как говорят, войск, это тоже, с моей точки зрения, никто за деньги никогда не побеждал. Побеждали всегда за идею и за отечество, правильно? Вот. За то патриотическое начало, которое у русского народа всегда было, а сегодня его вытравляют. Ну, так как все-таки насчет базового-то, безусловно, дохода? А я полностью... Попробовать платить россиянам за то, что они вот есть. Нет, безусловно, если сегодня Владимир Владимирович Путин после инаугурации откажется, так сказать, от той структуры под названием олигархат, то, естественно, такие моменты, они могут, так сказать, и должны присутствовать на территории Кировского... То есть, вернее, Российской Федерации, и в том числе и Кировской области. Если бы Кировская область, так сказать, сегодня занималась природными ресурсами и разрабатывала, и, так сказать, у нас бы было достаточно рабочих мест, у нас бы не было миграции и так далее. Если бы вкладывала хотя бы в год, ну, небольшие деньги, именно, так сказать, на природные ресурсы Кировской области, за счет этого можно было, так сказать, жить и благоустраивать наши села, города и деревни. Деревни, как сегодня Шагриня-Кожа, исчезают с территории Кировской области, и, тем не менее, видите, власть какое еще название-то придумала? Поселение. А это же в советское время, я это знаю, люди отбывали наказание в поселении. Настоящее русское название – это деревня, это село, вот, это город. Правильно? Ответьте, пожалуйста, еще нашему слушателю, который подписался с Сашем, он решил не чем-нибудь поинтересоваться, а ваше имущество. Он считает его очень любопытным. Вашего папу, я, насколько понимаю, Павлин Мамаев. Павлин Иванович Мамаев. Я к этому нормально. Настоящий русский. Нет, это нормально, редко очень, так сказать, имя. Что-то к ним было раньше. Да. Не, они были, и, допустим, у нас есть на территории советского района Павлин Золотарев, герой Советского Союза, погиб. В деревне Волчата Шаваржаковского сельского совета. Это пусть радиослушатель, тот, который, так сказать, задал вопрос, поинтересуется сегодня именами. Особенно, так сказать, посмотрит исторические данные церковные. И тогда поймет. Вот мою прабабушку, например, звали Васса. А мою бабушку звали Октябрина. Ну, вот где вы сейчас встретите такие имена? По-моему, все нормально. Да, имена они сегодня, так сказать, я очень горжусь, что мне, так сказать, моя бабушка назвала моего отца вот именно таким именем, как Павлин. Павлин Иванович Мамаев. Пару минут остается, Сергей Павлинович. Для меня, честно говоря, неожиданный вопрос. Не знаю, как для вас. Будете ли вы участвовать в этом году в Великорецком крестном ходе? Настоящий коммунист, спрашиваю. Я ни разу не участвовал в Великорецком крестном ходе, не участвовал. Меня никто не приглашал. Во-первых. Во-вторых, я сегодня, так сказать, эта традиция возобновила Владимира Ниловича Сергеенко, будучи губернатором Кировской области. И, в принципе, она имеет такое, в общем-то, яркое значение сегодня для территории Кировской области. Да, я поддерживаю, но я не участвую в этом. А вы в Лоне православной церкви? Я имею в виду крещение. Да. Да, вы крещение. Да. Независимо от меня, родители меня, так сказать, в детстве еще. Я не учился в школе. Так, две минуты остается. Я обещал посвятить немного времени вот этой книге, которую вы принесли. Я думаю, вы нам ее признете. Безусловно, я вам ее, Володя, вот передаю. Расскажите, пожалуйста, про нее, где ее можно достать? Ну, ее достать только у нас в обкоме партии можно. Больше ее нигде, так сказать, не достанешь. Мы ее не продаем. Мы пытались... Обложка такая у нее очень устраивающая. А это, да, это обложка, как говорится, есть такая картина в Третьяковской галерее Верещагина. Это знаменитая вещь. Вот, да, знаменитая вещь. Но все спрашивают, почему вот тут, так сказать, и многие не знают, что есть такая картина Верещагина. Повторите, конечно. На выборах мы столкнулись с этим. А? Как книжка называется еще раз? Книжка называется «Черная книга «Единая Россия. Хроники вымирания Кировской области». 15-20 лет, да, вы сказали? Да, да, да. Ну и здесь сегодняшняя действительность, которая, в общем-то, в рамках тех нормативно-правовых документов, допустим, контрольно-счетной палаты, как говорится, проверки и так далее, они здесь тоже в этой книге присутствуют. В этой книге и присутствуют такие известные политические деятели, как Геннадий Андреевич Зюганов с нашей программой «20 шагов достойной жизни» и Владимир Иванович Кашин, это академик РАН, который сегодня разложил полностью бюджет Российской Федерации, особенно касательно сельского населения. Ну и плюс все районы Кировской области, за исключением трех, которые не вошли, это мои первые секретари не дали данные, вот, поэтому здесь они в разрезе всех районов, что было, какие были предприятия на момент 90-го года и даже 93-го, даже позднее, 95-й год, точно надо быть, вот, и что сегодня осталось от того или иного района, что и произошло, и что уничтожено, а что сделано? Ничего не сделано, абсолютно, я не мог найти нигде ни одно предприятие, которое бы могло, так сказать, дать мне основу для того, чтобы я положил в основу этой книги и сказал, что вот да, например, мой любимый советский район построил то-то, 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 развиваться так-то, 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 не могу, потому что, ну, начиная перечислять, сегодня там было несколько училищ, порядка шести, осталось три учебных заведения, среднепрофессиональных учебных заведений. Допустим, медучилища не стало, профтехучилища осталось одно, осталось из тех шести училищ. Педучилище осталось, советское педучилище осталось. Ну, оно как бы влачить такое существование, жалко, оно осталось, еще там три группы набирает, вот, и поэтому это самый молодежный был райцентр, там много было предприятий таких, как ремонтные, так сказать, предприятия, ДРСУ, РСУ и так далее. Их просто нет. А это рабочие места, это тысячи рабочих мест, это тысячи людей просто-напросто мигрировали, а тот-то не мигрировал, ушли мир иной. И тем самым население у нас, я уже называл цифры, повторяться не буду. Спасибо. Еще раз повторим, с этой книгой непосредственно в обкоме можно, да? Да, непосредственно в обкоме, да, мы, как говорится, можем дать и прочитать нашим читателям. Сергей Мамоев, первый секретарь Кировского обкома Коммунистической партии Российской Федерации, руководитель соответствующей фракции УЗС. Спасибо, всего доброго. Вам тоже всего самого доброго. Накануне праздника Дня Победы я хочу поздравить всех наших, так сказать, сограждан на территории Кировской области с замечательным праздником Днем Великой Победы. Желать всем здоровья, благополучия, успехов и удачи. И вам спасибо огромное, Володя, что пригласили. До свидания, спасибо.